Всем привет! Я историк моды Антоль Вовки. Сегодня мы с вами поговорим о Мэган Маркл, а точнее поговорим о ее бюджете на то, что она надевает. Вы узнаете, сколько стоят ее сумки и все остальное, что часто можно видеть на каких-то церемониях и во время ее появлениях перед подданными английского королевства. В Петербурге солнце, поэтому я снимаю видео в очках, хотя это обычные очки для зрения, повторюсь, кто не знает, просто на солнце они затемняются. Начнем мы, пожалуй, с того момента, когда многие стали говорить о Мэган Маркл. Это произошло в 2017 году, когда они объявили о помолвке. Давайте посмотрим, что она надела для этого. Она надела пальто от бренда Lion The Label. Стоимость этого пальто 450 фунтов. Не так дорого. Это пальто в бежевом варианте. На Мэган Маркл оно было в белом. Цвет выбран правильно. Цвет подходит под ее оттенок кожи. Ну и, конечно же, под этим пальто мы видим еще и платье. Платье было зеленого цвета, но мое внимание приковано сейчас к ее обуви. Обувь непростая. Обувь, которую она здесь надевает, это один из брендов, чаще всего встречающихся на ее ногах. Это, конечно же, Аквазура. Вот так выглядит обувь, которую мы видим на Мэган. Есть два варианта, как зашнуровать эти завязки. Во-первых, можно зашнуровать туго, но при этом, возможно, останутся следы от завязок на ногах. Или это может привести к отеку ног. С другой стороны, если не завязать их достаточно туго, то получится то, что получилось у Мэган. Кажется, что обувь для нее немножечко великовата, и старшая сестра с большим размером ноги дала ей это поносить неправильно. Не должно быть так. Когда вы герцогиня или когда вы рассчитываете ею быть, нужно продумывать в своем образе все до мелочей. Потому что это и отличает, в принципе, аристократов от актрис. Я не говорю, что это плохо или что это хорошо, я просто говорю, как оно есть. Смотрим дальше. Посещение традиционной рождественской службы королевской семьи в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Это было в 2017 году. Здесь она выглядит уже по-другому. Начнем с пальто. Пальто стоило 1395 долларов. Не могу сказать, что этот большой узел добавляет ей какой-то изюминки. Ей нравятся вещи с запахами. Она выбирает это как в верхней одежде, так и в своих платьях. Давайте посмотрим дальше. Шляпка-шляпка, конечно же, от главного шляпника королевской семьи, от Филиппа Трейси. Это не первый случай, когда Филипп Трейси создает шляпку для кого-то из Букингема. Цена шляпы неизвестна, потому что обычно Филипп Трейси не оглашает стоимость заказов для королевской семьи. Что касается обуви, это, конечно же, Стюарт Вейтсман. Мы видим, как она анатомически повторяет изгибы женской ноги, включая подъем. В сочетании с этим пальто выглядит, конечно, немного провинциально. Я не могу сказать, что здесь есть какой-то шик. Если бы поменяла бы она обувь, то, конечно же, все может быть изменилось. Грубый очень узел на пальто, и эти сапоги не делают ее аристократкой. Аристократия это не про одежду, аристократия это про манеры, понимаете? Одеть красиво можно кого угодно, но чтобы достойно преподносить эти наряды, это абсолютно другое дело. Сумка. Сумка Клоэ. Стоит она 1990 долларов. Для этого бренда не совсем большие деньги. Правильно говорить Клоэ. Обязательно посмотрите мое видео, которое называется «Произносим французские бренды». Там я подробнее рассказываю о том, как правильно говорить французские названия брендов. Вот здесь мы можем видеть на фотографии серьги Биркс. Стоимость их 6 тысяч долларов. Ну, по сравнению с тем, что есть у других членов королевской семьи, это вот совсем не такая уж большая сумма для украшений. Меган Маркл выбирает не только платье, но и выбирает брючные костюмы. Здесь мы можем видеть брючный костюм Александр МакКуин. Все, что было представлено на модели, она надела на себя. Это и блуза, это и брюки, и, конечно же, это жакет. Вот здесь вы можете видеть, как это выглядело изначально. Что поменялось, так это зона декольте. Зонт. Почему у нее только зонт? А что, принцу не нужен зонт? Стоимость этого костюма 1995 долларов. Смотрим дальше. Ну, вот не могу сказать, что это лучший ее наряд. Очень спорный наряд. Это первый официальный визит в Шотландию, 2018 год. Брюки 495 долларов они стоили. Это брюки расклешенные. Мы не видим под ними обувь. И кажется, что она просто пришла с танцпола, привет, 80-е, и решила не показывать никому свою обувь. Это неправильно. Не королевская одежда. Что касается ее пальто, то это пальто от Пёрбери. И стоило оно 2895 долларов. Не случайно она надела это пальто, потому что Шотландия известна своими шерстяными тканями. И, конечно же, этот образ был своего рода показателем ее отношения к Шотландии, ее мнения о Шотландии. Не могу сказать, что это потрясающий образ. Выглядит все мешковато. Нет никакого намека на шик. Сумка отдельно о ней нужно сказать. Это сумка Страсбери стоила. Она 710 долларов. Вот так выглядит эта небольшая сумка. Если бы она путешествовала просто как актриса из Америки, то да. Когда вы едете с официальным визитом в Шотландию, вам нужно подходить более ответственней к выбору своих нарядов. 2018 год на форуме Королевского фонда. Посмотрите, здесь мы можем видеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Абсолютно разные женщины. У них абсолютно разные роли, но и одеваются они по-разному. Причем вот если говорить о Кейт Миддлтон, то я вижу ее как королеву. Меган Маркл я не вижу как королеву. Хотя ей, наверное, это и не нужно. Посмотрим на то, что надела Меган Маркл. Она надела платье-халат от бренда Джейсон Ву. Это весна 2018 года. Стоило оно 1895 долларов. Это непростое платье. Посмотрите, как оно выглядело на модели. То есть это платье, которое зависит от ветра. И в случае, если вы неправильно наденете это платье, то все увидят ваши ноги. Особенно, допустим, если вы садитесь в машину. Поэтому я считаю, что подобного рода платья не могут быть надеты в королевской семье. Не потому, что я ретроград или я какой-то сноб. Нет, просто это некрасиво. Не так должна выглядеть аристократка. Не должна она оголять свои ноги. Однозначно. Даже Елизавета II, которая была весьма смела в своих нарядах. И обязательно вы посмотрите мое видео «Гардероб английской королевы», чтобы в этом убедиться. Даже она никогда себе не позволяла подобного рода оголения ног. Да, она здесь сидит. Платье она завернула так, чтобы не было видно ног. Но потом она же ходит. В любом случае, подобного рода платья всегда открывают ноги. Что касается ее обуви, то это туфли Аквазура. Посмотрите, здесь мы видим уже другая модель. Стоили они 750 долларов. Следующий образ. 2019 год. Национальный театр. Здесь мы можем видеть жакет и платье от Брэндона Максвелла из коллекции 2019 года. Стоило это все 1895 долларов. Посмотрите, как это выглядело на показе. Это вещи, которые должны носиться оверсайз. То есть вещи, которые должны быть чуть больше, чем женская фигура. Это видно и по платью, это видно и по жакету. Может показаться, что длина платья на Меган и на модели не совсем одинаковая. Но может быть это из-за роста. А может быть это платье было специально изменено. Но когда это платье настолько облегает тело, жакет не может сойтись. Простите, конечно, фанаты Меган Маркл. Но это не лучший вариант. Это, конечно же, туфли лодочки Аквазура. Стоили они 695 долларов. Это не первый раз, когда она в этих туфлях. Клач Каролина Эррера 900 долларов. Давайте посмотрим на него. Вот так он выглядит. Надо всегда думать о том, как вы будете смотреться со стороны. Вообще не важно, сколько стоит ваша одежда. Главное, чтобы она была опрятная, чистая. И чтобы она сидела по фигуре. Гарри со своей супругой во время королевского тура в Марокко 2019 год. Платье Lloyd Ford 339 долларов. Это платье специально для женщин в положении. Посмотрите, вот так выглядело это платье на модели. Конечно, она сделала верный выбор в сторону жакета. Жакет уже не похож на жакет младшей сестры, которая дала бы поносить его сестре на два размера больше, как на предыдущем варианте. Здесь все правильно. Что касается обуви, то это, конечно же, Manolo Blanik. Manolo Blanik. Модель называется Polka. Стоили они 800 долларов. И здесь хоть у нее прибраны волосы. Здесь мы можем видеть платье Каролина Эррера. Стоило это платье 4600 долларов. На показе это платье выглядело вот так. И на Меган Маркл это уже абсолютно другое платье. Это неплохой вариант для беременных женщин, когда можно выбрать вот такое платье. Я считаю, что это правильный выбор. Что касается украшений, то здесь мы можем видеть серьги от Кортье. Вот так выглядят эти серьги. Причем эти серьги она надевала в день свадьбы с принцем Гарри. Вот здесь на фотографии вы можете видеть эти серьги. Кто занимается нарядами Меган Маркл? Почему она зачастую выбирает, ну, абсолютно странные наряды? Премьера Короля Льва. Смотрите. Платье от Джейсона Ву. 2450 долларов. Вот так выглядит это платье без человеческого тела. Ну, кто-то скажет, неплохое платье. Конечно, не нова идея с сеткой, но все же. Вот так выглядит оно на модели. Ну, вот так оно выглядит на Меган Маркл. Ну, почему она надела платье, которое ей мало? Посмотрите, как сетка собралась на уровне плеч. Зона декольте выглядит некрасиво. Мы видим, что чашки платья малы для ее груди, кормящие женщины. Кстати, в комментариях напишите, видите ли вы Меган Маркл, королеву Великобритании? И получается ли у нее быть герцогиней? А сейчас пауза для того, чтобы написать комментарий. Поставить лайк этому видео и подписаться. И поставить колокол. Чтобы всегда видеть мои новые видео. Здесь, конечно же, серьги. Никос Кулис. Серьги с бриллиантами и с ониксом. Посмотрим на ее клатч. Клатч Гуччи. Клатч стоил 2390 долларов. И туфли Аквазура. Туфли называется Портрет Леди. Пятое марта 2020 года. Меган Маркл платье от Виктории Бекхэм. Посмотрим на это платье. Вот так оно, в принципе, выглядит на модели. А вот так оно выглядит на Меган Маркл. Посмотрите, когда мы начинаем мыслить правильно, то мы видим ошибки, которые совершает Меган Маркл. Смотрите на платье. Правильно посаженное платье, которое, мы можем видеть на фотографии, не имеет никаких сборок. Ни наверху, ни внизу. Смотрим на ее образ. Смотрите на юбку. Юбка вся присборена. Смотрите на линию бедер. Почему с такими деньгами нельзя пошить себе платье? Я не понимаю. Это не бедная семья. И все-таки Гарри до того, как отказался от финансирования, получал неплохие деньги. Плюс у него осталось наследство от принцессы Дианы. Приблизительно ему досталось около 10 миллионов фунтов. Плюс им помогает принц Чарльз. Около 2 миллионов фунтов он им в год субсидирует. Что нельзя пошить нормальное платье, чтобы не выглядеть вот так вот. Туфли Маноло Бланник. Би-би называется модель. Почему Би-би? Потому что Пхищит Бахду. Посмотрите на эту модель. Стоят они 600 долларов. И еще раз повторюсь, что это не первый раз, когда она их показывает публике. И посмотрите на ее браслет. Этот браслет стоил 9500 фунтов стерлингов. Ну и так как солнце уже показывает нам, что пора завершать видео. Последний образ Меган Маркл. Один из недавних. Это фестиваль музыки 2020. В Маунт-Бэттене. На ней серьги Симон Роша. Стоят эти серьги 300 долларов. Вот так выглядят эти серьги. Потрясающие серьги. Они напоминают нам винтажную бижутерию 20-го столетия. Помимо этого вы можете видеть платье от бренда София. Платье стоило 1600 долларов. Я считаю, что это лучшее платье из всего того, что она надевала. Несмотря на цвет. Такой яркий цвет. Хорошо обыграна линия плеч. Хорошо обыграна зона декольте. Платье нигде у нее не превращается в подобие гусеницы. Платье смотрится идеально. К этому идеальному платью она выбирает идеальный клатч от Манола Бладника. Стоит этот клатч 1547 долларов. Очень похоже на пряжку туфель Кэри Брэдшоу. О Кэри Брэдшоу посмотрите мое видео, которое называется Обзор обуви Кэри Брэдшоу. В завершение мне хотелось бы сказать, что если у некоторых есть надежда выйти замуж за принца, то не у всех подданных этого принца есть надежда на то, что супруга принца может стать принцессой, может правильно выполнять эти обязанности. Потому что принцесса это работа. А не просто появляться на публике и махать ручкой. Не забывайте комментарии, подписывайтесь на мой канал, потому что здесь говорят о моде и о культуре.